Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В Самаре на 4 дня собираются ограничить движение по улице Мариса Тереза. Там будут вестись работы по ремонту теплосетей. Дорогу перекроют полностью на участке в районе пересечения с улицы Мяге. Проехать там будет нельзя с нуля часов 11 июня до 5 утра 15 июня. Для объезда рекомендуют использовать улицы Партизанскую, Гагарина, Революционную, Волгина и Аэродромную. В пятницу 11 июня в Самаре распределят места в детские сады. Родителям рекомендуют до 10 июня включительно проверить данные, которые указаны в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточности и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ, чтобы внести правки. Не только найти работу, но и открыть свое собственное дело. По итогам года, благодаря материальной поддержке службы занятости, официально стать предпринимателями смогли более 350 жителей региона. Содействие в открытии собственного дела – одна из эффективных госуслуг. История успешного развития проекта жительницы Самары в нашем материале. Год назад Дарья Пантелеева лишилась работы. Попала под сокращение. Но это не стало поводом для уныния. Напротив, женщина решила реализовать свой собственный проект – школу английского языка. И в этом ей помогли в центре занятости населения. При открытии собственного дела очень важно заручиться, так скажем, какой-то поддержкой. Если это были близкие и близкие, друзья, которые где-то помогали. И вот, как оказалось, в службе занятости небольшая вот эта вот субсидия, так скажем, невозвратная, она для меня на самом деле очень много значит. Сумма незначительная, сразу говорю, но вот эта минимальная поддержка дала, может быть, даже именно толчок тот, так как открыть свое дело достаточно сложно. Основную сумму субсидии потратили на покупку мебели и проектора, рассказывает Дарья. Остальное – собственные сбережения. Предприниматель отмечает, стимулом для открытия школы английского языка стал подрастающий сын. Говорит, хотелось, чтобы занятия проходили ярко, интересно и ритмично. Все, как любят дети. В этой школе редко сидят за партой, а чаще поют, готовят театральные представления, играют. И все это на английском языке. Сегодня здесь занимается порядка 30 детей. Я хожу сюда с самого первого занятия. Мне нравится тут заниматься, потому что занятия очень полезны, и благодаря этим занятиям я улучшаю свой английский. Здесь мы поем, делаем грамматические задания. Содействие в открытии собственного дела – одна из эффективных госуслуг в сфере занятости. Так, по итогам прошлого года, благодаря материальной поддержке службы занятости, официально стать предпринимателями смогли более 350 жителей региона. Затопленный подвал, отсутствие электричества, источные воды прямо у подъезда жители 16-го дома по улице Победы уже полгода не могут добиться решения коммунальных проблем. По их словам, колодцы у дома постоянно забиты, а уровень воды в подвале порой достигает полутора метров. Коммунальные службы пытаются ситуацию исправить, но все повторяется снова и снова. Об очередной коммунальной проблеме расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вот они ночью пробили, вчера вечер, вода стала уходить, вся не ушла, конечно. Все это превращается в плесень и буквально через неделю опять затапливается. Вода в подвале достигает порой полутора метров, жалуются жители. Из-за этого в подъездах нет электричества, не работают домофоны и стоит ужасный запах. При этом и выйти из дома проблематично – кругом сточные воды. И так здесь на протяжении полугода, рассказывают люди. Из-за того, что поднимается выше какого-то определенного уровня канализационные воды в подвале, они доходят до счетовой, и у нас отключается свет в подъездах, домофоны, совершенно ничего не работает. Было отключение интернета и телевидения, в прошлый раз это был конец апреля. Это со всех окружных домов, вся канализация с учетом к нам. Я подписал от нашего дома общее заявление на перерасчет в СКС, на что нам тоже было отказано. Хотя я не понимаю, нам услуга не была поставлена. То есть в январе года все сточные воды, причем не только наши и окружных домов, чуть к нам в подвал, какой же это вода отведили. По словам жильцов, после многочисленных заявок и звонков коммунальщики приезжают и устраняют засор. Правда, хватает этого совсем ненадолго. В доме год назад провели капремонт, заменили все трубы. Но колодцы рядом, постоянно затоплены сточными водами со всей округи, рассказывают жители. Они пробивают, там у них специальные машины есть, делают, устраняют засор. Но, видимо, насколько это все старая система, наш дом построен в 59-м году и сдавался к 1 мая трудящимся к празднику. Соответственно, вся канализационная система была построена в 59-м году. То есть вы можете представить, больше 60 лет. То есть она нуждается в какой-то реконструкции, ну и это должны определять специалисты. Необходимо делать систему диагностики, систему водоотведения внутридворовую. Я не специалист, но это должны делать специалисты и определить, почему это. Но мне пришел ответ, что вы сами виноваты, что у вас старая канализационная система, что не может наступить внутриквартальная канализация. Колодец, откуда стекают нечистоты, находится в 200 метрах. При этом вода затекает прямо в подвал дома, так как здание оказалось в низине после ремонта дорожного покрытия. Люди уже не знают, куда обращаться за помощью, ведь проблему необходимо решать кардинально. И в продолжении коммунальной темы. Двор затоплен фекалиями, запах разносится на всю округу. С такой проблемой столкнули жители 43-го дома по улице Владимирская. Коммунальные аварии, по их словам, там происходят регулярно, но решать проблему кардинально ответственные службы не торопятся. Подробности далее. Карусель, качели, горку – всё, что установлено на дворовой детской площадке, дети стараются обходить стороной. Неудивительно уже две недели, как на этом месте образовалось болото из нечистот, которые стекаются сюда из колодца, что находится на возвышенности. Запах ужасный, ужасно сильный стоял, особенно после дождя. Вчера невыносимо было, всё поднялось вверх, дышать в квартирах было невыносимо. Детская площадка в ужасном состоянии. Эти канализационные стоки уже стоят лужами. Нам сейчас нужно, чтобы почву обеззаразить, что-то сделать и благоустроить, как положено, нашу детскую площадку. У нас так двора здесь практически нет. И вот единственное, где наши дети и внуки играют. С газона вода уже начинает литься и на проезжую часть. В итоге нечистоты разносятся по всему двору. Уже много раз жители дома обращались к коммунальщикам. На заявки те вроде бы реагируют, но кардинально проблему не решают. Коммунальная система доставит на том, что этот колодец к ним не имеет никакого отношения. Тогда спрашивают, чей этот колодец. К нам он тоже не имеет никакого отношения. И получается, что нет хозяина. И по этой причине особо, я бы сказал, что коммунальная система не перетружается. Они приезжают, делают для себя выезд, закрывают. Заявку нашу уже раза два или три ее закроют, откроют, закроют, откроют. А нам-то от этого не легче. Как ни крути, но у фекального болота не только на детской площадке. Вообще во дворе быть не должно. Так недалеко и до антисанитарии. Люди надеются, что на их проблему все же обратят внимание. Помочь в решении настоятельно просят районную администрацию. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Задержание ворюшки в Похвестнево. ДТП с тремя пострадавшими в Самаре. И дорожная авария в Исоклинском районе, в результате которой погибли два человека. Подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека. Авария произошла около часа дня 9 июня на автодороге М5 Урала в Исоклинском районе. Там столкнулись легковушка и грузовик. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка. Три человека пострадали в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около 10 утра на пересечении улиц Свободы и Калинина. По данным ГИБДД, при подъезде к перекрестку 47-летний водитель грузовика не пропустил ВАЗовскую Гранту, которая ехала по главной дороге. Столкновение сбежать не удалось. От сильного удара легковушка опрокинулась. В результате аварии пострадали три человека. Это водители, двое пассажиров Гранты, в том числе маленький ребенок. После оказания медицинской помощи им было назначено амбулаторное лечение. До пяти лет лишения свободы грозит 45-летнему жителю Похвеснева, которого подозревают в краже. По данным полиции, мужчина украл электроинструмент с территории одной из строительных площадок. Выйти на следлоумышленнику удалось после того, как он сдал часть похищенного в ломбард. Позже его задержали. Возбуждено уголовное дело. В регионе подтверждено еще 60 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре. 15 человек. 13 в Тольятти, 5 в Чапаевске. 52 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 65 395 случаев коронавируса. Из них 62 416 человек полностью выздоровели. Накануне из медучреждений региона выписано 57 пациентов. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией до 2050 человек. За сутки жертвами COVID-19 стали еще 9 наших земляков в возрасте от 37 до 92 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. Юные самарские ученые не перестают удивлять. На этот раз молодые программисты разработали приложение, позволяющее жителям региона получить информацию о безопасных общественных пространствах, где вероятность подхватить инфекцию минимальна. Со своим проектом ребята стали победителями международной детской кванториады и на достигнутом останавливаться не намерены. Подробности в нашем сюжете. Эти ребята еще школьники, но уже покоряют вершины. В номинации «Вирус краудсорсинг» воспитанники Самарского кванториума стали лучшими. С помощью специального приложения, разработанного молодыми программистами, жители региона смогут узнать, в какой точке города или района зарегистрировано наибольшее количество заболевших, например, актуальным на сегодня вирусом COVID-19. То есть это тот ресурс, который позволяет сохранять людям здоровье, выбирать оптимальные маршруты для следования на работу, за продуктами. То есть это в комплексе охватывает их повседневную жизнь, чтобы не заразиться коронавирусом. Но это тот продукт, который может быть широко внедрен на территории Самарской области. Это удобный портал, которым может пользоваться любой человек, независимо от того, какой он в возрастной категории, от школьника до пенсионного возраста. По мере реализации нацпроекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным, школьники и студенты региона получают всё больше возможностей для дополнительного обучения, технического творчества и совершенствования своих навыков, которые и помогли стать лучшими. Сложность проекта можно оценить как выше среднего, для того опыта, что у нас было. Поскольку можно было научиться работать с новыми технологиями, с которыми мы раньше не имели дела, ну и отточить навыки в тех компетенциях, которыми мы уже владели. Ну, квантриад наравне со всеми хакатонами, в которых мы участвуем, это в первую очередь возможность получить какой-то неповторимый опыт работы. В том числе работы с командой. Обеспечить возможность для развития молодёжи – одна из задач в рамках стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Сегодня детский технопарк «Кванториум» оснащён по последнему слову техники. Он позволяет детям участвовать и побеждать в соревнованиях различного уровня. Юные самарские программисты на достигнутом останавливаться не собираются. Каждый день они продолжают что-то придумывать. Например, онлайн-тренажёр для занятий спортом в домашних условиях. А также приложение «Виртуальные экскурсии», которое поможет познакомиться даже с самыми отдалёнными точками родного края и не только. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В период с 10 по 14 июня местами в регионе ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класса. В этот период возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгорания становится халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Сотрудники областного управления МЧС призывают отказаться от посещения лесов, не разводить костры даже на территориях, граничащих с лесными насаждениями. Не бросать непотушенные спички или сигареты. На этом у нас всё. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте на ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok